Я заранее хочу сказать, что я, так сказать, учитывая, что здесь в основном люди достаточно далекие от галитации, я решил, что нужно не слишком спешить и рассказывать все более подробно. Я, по видимости, вот я это дело, я бы, скорее всего, написал на показании своей деятельности. То есть, я не знаю, потому что, что здесь есть следующее, то просто достать все много лет, где есть 200 вещей. Действительно, будет лучше, я думаю, в Иисусе больше усвоить, правильно, что нужно говорить о цели галитации, чем в пенское, то, что она была в комплексе, а в самом деле, в такую тему, я хотел сказать о том, что в начале, на своих взрослых. Эпотерграбитация – это некое естественное обобщение членов. Давайте немного поговорим, почему мы общенном же с дельцем. Обобщение членов. Чего нам, как говорится, и не хватает. Вот такая тематика. Я вам расскажу, откуда вообще возникает сегодня энергия. Эпотерграбитация, как мы услышали, будет простейшая модель геометрической тематики. И дальше, мало того, что нужно вести крестцов, вести уравнение и продвести многоустройчивость, оказывается, что для того, чтобы построить космологию последовательно, а это не будет цель. Нужно очень многим всяким условиям удовлетворить. И это потребовала большая фактория из этого неудача. Вот это будут условия. При которых решение, ну, скажем, не решение, а класс тех функций R, F, F, при которых мы можем подключить десные, десные кислородические модели. А потом, значит, показал, какие-то институтные модели. Модели с и другими темной энергией. Я вам уже описывал, почему, как говорится, в двух случаях это все сейчас будет. И можно говорить даже о том и описывать. В рамках одной теории описывать и институтные и изумные. Ну вот, значит, причина, которой нам не хватает просто чистой, вот классических уравнений Эйнштейна, без шлангической постоянности, с таким, я бы сказал, классической матерью. Ну, классические материи, так как, скажем, были излучения, это, вот, говорится, присутствие темной энергии. Вот. В этом смысле темная материя, которая была в предшествующем лесу, она является, так сказать, загадкой сочинения теории элементарных частиц. Мы просто не знаем, что это так. Но с точки зрения теории элементации, она ничего такого особенно замечательного не представляет, потому что для элементации важна структура ее тензоэнергии. Ну, потому, темная материя есть, тензоэнергии плюсы в первом приближении просто такой же, как у неэгилитеристских очень массивных частиц. То есть, в первом приближении это по пустому пути. Вот. А вот темная энергия, вот, именно для иньюта нам и нужно выходить за самым уравнением чтения, с, я бы сказал, с классическим, с классической матерью в виде пыли или в виде излучения, или даже в более общем случае в виде произвольной идеальной излучения. Это значит, почему? Потому что мы уже знаем, что у нас уже дважды в истории эволюции нашей Вселенной встречались такие режимы, когда эффективные тензоэнергии импульса в материи описываются чем-то очень близким к кислородическому пастору. Но, по крайней мере, могу сказать, что мы знаем, что это никак не могло быть, так сказать, постоянно срочным. Так вот, эти два случая. Это, во-первых, инфляция в ранней Вселенной. И чтобы нам леса сдать, нам нужно было иметь, вот, то, что можно назвать, первичность. И вот, то, что мы видим сейчас, это инфляция, исходное в жребе всей Вселенной. Опять-таки, для того, чтобы нас создать, нам нужно нас инфляция. Ну, и вот вам, также, сжимая все существующие учебники, чтобы освободить им одну строку. Я вам, в одной строке, даже уместил всю историю нашей Вселенной. Опять-таки, несуществующее слово, нашей, потому что, вообще говоря, уже из уравнений даже вытекает, что, так сказать, наша Вселенная, если вообще говоря, и другие Вселенные, которые там объединены в некий очень сложный комплекс, который, так, очень условно, там, срывает мульти-элементы Вселенной. Ну, вот, то, о чем. Все-таки, насчет, ну, в мультивселенной я пока что только не чисто умослительные рассуждения, а вот насчет этой части, мы уже, как говорится, мы имеем, имеем силы, мы имеем конкретные наблюдательные рассказания, мы имеем эксперименты. Это, как говорится, уже нормальная физика. Вот, значит, та часть истории нашей Вселенной, которая уже есть, по которой можно развивать нормальную, как часть физики, у нас состоит из четвероста. Это, значит, я напомню, что метрика деситера – это метрика пространства постоянной кривизны. Ну, а на которой, в частности, значит, тензор три – это единичный тензор и тензор три – четыре. Это и значит, и значит, тут я уже сказал, что, если вы с точки зрения теории Кистина, для того чтобы на такой режиме поддерживать вас, эффективная тензор энергия и самотия, должен быть близок к физмологической постоянной. Но совсем к физмологической постоянной он быть не может, потому что мы заметно знаем, что эта стадия не была устойчивой. Если бы она была устойчивой, тогда, как говорится, не было. Да, значит, на этой стадии кривизна пространства во времени была очень большой. Ну, и всего на несколько пароотрядков, ну, там, скажем так, на десять пароотрядков меньше, и меньше конкурсской полости. Вот, значит, эта стадия обязана была быть, хотя и метастабильная, но уже ты не устойчивой. И после некоторой повезуточной стадии, которая, кстати, арабит, я ее взял для краткости и жадкости здесь, а вот, действительно, это стадия разогревматики, которая самому посредством очень интересной. Мы выходим, это, значит, Фридбун и Роберсон Дролгер Тридиэшн Дельминейтед, то есть стадия изотропной-изотропной вселенной, модель Фридбуна Тролгерсона-Кокера, стадия, да, винирование ультраперилитивистой частицы, стадия, когда реактивное уравнение сан и стояние есть с п 1 тридцать, да, дверь не равнется 1 тридцать. Это вот и есть то, что, так сказать, в популярном изображении называют и большим языком. Вот этот трехот, он немножко модельно за письмо, но он где-то происходил ужасно рано, на характерных вот временах соответствующих, ну там за 10 минус 35 до примерно 10 минус, так скажем, 25 секунды. Очень важно. А это стадия длится очень долго, и уже относительно недавно, в прекрасных смещениях примерно 3200, кстати, через слово, как говорится, определяется и со временем в вспоминаниях данных, а по временам это времена, что-нибудь 10-13 секунд. Если 13 секунд, от конца, от конца, мы выходим на третью стадию, значит, это при мудроферском фонке мета терминитет, стадия для именирования не-теретийского вещества. И вот это не-теретийское вещество, это главным образом вот так, вот это самое, а вот в течении матери, вот который, значит, который я сказал сейчас, в высшую сеть вещество, но есть и в применении уже самое, а в большинстве вещества, это о войске, с которого мы составим, не знаю, палантриотом, а конкретно, значит, и, естественно, электронный. И вот сейчас, вот где такой длицесоинтруменный момент, он находится где-то вот на этой стрелке, слегка, слегка бодриже и к правому, или к краю. Мы, в принципе, переходим на новую длицесоинтру. Которая, конечно, имеет другую кривизну по сравнению с этой стадией. Вот почему я здесь поставил черту. За исключением вот этой самой, как говорится, за исключением одного числа, она замечательно качественно по подходу на эту самую первую длицесоинтру. Действительно, что это первую длицесоинтру. Ну вот, очка. Значит, вот, тоже, вот здесь, надеюсь, с красными и красными и другими цветами, я еще раз подчеркиваю, это те стати, которые мы действительно знаем, про которые мы можем в настоящий момент абсурдать, так сказать, и вести нормальное физическое исследование. Но, конечно, и естественно, думаю, что вот эти самые четырозвенные полные истории истории Вселенной, и что-то такое все раньше было, и что-то такое поле, это самое подобное. Ну, хотя, в настоящий момент, не то, что мы не могли придумать те поли, четверо, я не знаю, больше, чем тут нужно, в настоящий момент нет никаких, все-таки, наукополитаций состаний, из которых можно эту информацию узнать. Ну, вот почему вообще эти силы надо делать, вот и вот, может, приобретать все икены, а, я не знаю, что это замечательное аналогие между вот этой сестерской стадией, и вот эти, они, хотя бы не чувствовалось давно, кажется, я бы сказал, не все чувства, Она очень много, как говорится, глядя на нее, естественно, совсем другие возможности будут выглядеть естественными, чем, кажется, одеждачными. Ну, вот сейчас, давайте, если вы на это сроку, давайте будем смотреть, давайте сроку будем смотреть справно. Вот из-за того факта, что вот это, точнее, Кристаля не является первым, впереди была вся, как говорится, длиннюющее историю, все еды. Отсюда, скажем, что-то, так сказать, было бы странно считать, что еды, если Кристаля не является первым, так сказать. И вот, приводится прямо как-то, начал с нее, и вроде, это так называемый сценарий, везде, 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 везде. Но начинаем требования, сцельско- encima направо, опять-таки из-за того факта, что мы абсолютно уверены, чтобы вот эта, что теперь вечная темная энергия не была абсолютно устойчивой и вечной. она везла дело с губовицейской постоянной. Опять-таки, она другая и естественно думает, что иначе, иначе темная энергия не является совершенно устойчивой. Но, по-прочти, это значит, что вы говорите, покажется с очень благодатной формой возможности и никаких человеческих предсказаний о том, что будет потом, мы сделать не можем. Это у меня просто буквально пророчистские сады и люди. А в всякий раз, когда вы, так сказать, полупопулярные там научные политики, еще и еще читаете, улучшили некий, потому что ученые говорят, что вселенная будет решена и не ответить никаким ценам, в которых стоит слово и вечно. То есть, никакие надежные предсказания на бесконечный интервал в времени и невозможные. А в действительности разумные предсказания, но вот поздно они ссорциалились, во все-таки, из того, что мы знаем, что нынешняя энергия нации достаточно устойчива, но чужие предсказания, как можно было и легко и передать и так, в детажине и глядя на реальные данные, у них выцеплено, ну, порядка не слишком больше, порядка нескольких с и 3 метров и времен, порядка самовременного, может упользоваться все 3 метров, то есть порядка, значит, 14 миллиардов лет умножить, вот я сказал, что там, типа, скажем, эти председы, максимум 10, действительно, можно в течение, там, ну, это академики, это, как и в салоне, скажем, газпады протонов, эти предсказания за 35 гипотез относительно к газпаду, вот так сказать, для действительных гипотез, действительно, можно сказать, что в течение ближайших, скажем, 50-ти, в нашей сфере, в нашей сфере, в нашей сфере, в нашей сфере, не случится. В начутся начать рассчитываться в стихidezisme об excerymphе, а в чем более стих empоведь, да, в том уже цель которых используют возможные конкурсискость, вы сказали пол Seringin, а в Rugе fully able to только обсуждать angle,ato чем в точке, но надоcleormous камерам сказать, какая harmless будет правильна, и вмешаться. Ну ладно, Считайте, может быть, с зимней, с конкретной системой. Ну, давайте, значит, я уже поскольку очень-очень обиду на самом деле, давайте я вам дам краткое определение, что это темная энергия, которая, как говорится, отличается от темной материи. Значит, мы и темную материю, и темную энергию мы видим только по гравитационному. Покажем. 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 А вот краткое вот это значит, что я обсуждал, что действительно мы с учестью нематерию. Возможно, что близких там могут увидеть и по ее прице, и по ее приношению, так скажем, о нигляции, еще как-то об учене материи. Ну, то есть пока что мы и от темной материи, и от темной энергии не судим то, что будет на самом деле. И как мы друг от друга отделяем? Отделяем, ну, это не аж... Отделяем следующего способа. Отделяем это некое деление условное, но, в основном, с точностью, в принципе, оранжевых. Оранжевых работает. Потому что вот ту часть вот этого темного чего-то, который кольцовно скучивается, на тех масштабах, на которых мы видим, кольцовно скучивая вообще. Эти масштабы до пульменноста. Именно, в принципе, это вот часть вот этого темного чего-то скучивается. Так и та самая кольцовно скучина. Часть мы условно называем термомертовой и материи. Но, оказывается, что у нас, как говорится, это не все темное нечто, кольцовно скучивается. Кольцовно скучивается, это вот есть и большая компонента кольцовно скучивается. Эта часть и называется темной энергией. А более как с практическими. Какие определения используют думки? Ну, вы знаете, основные, когда говорят нам, то вот они изобили, что, так сказать, более темной материи, там, скажем, порядка 30%, тоже темной энергией порядка 70%, там какое уравнение со состоянием темной материи, какое уравнение со состоянием темной цены людей. И используется метод, который действительно, он в каком-то смысле условный, в том смысле, что можно было взять и другое определение, но он внутренне и самосогласованный, и неподелательный, и он практически без работы. Эта идея, значит, использовать некие нам любимые понятные учения уравнения, как определение того, что стоит у них в правой части, для того, чтобы эти уравнения были инотелетные. Ну, вот это что? Такое определение относится к сумме, ну... Да, да, да. Да, вот это самое, там стоит и темная, и темная материя, вот тут и... Это просто... Этым... Этым... Месям. 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 Да, да, да. Мы знаем, что левая часть... Сейчас я... Сейчас я тут из-за белки тоже, что там это может быть. Конечно, конечно, нет. Ты хочешь... Я... Сейчас я... Вот... 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 Мы даже сейчас и используем вот тот факт... То есть то, что мы... Опять-таки мы... Разбили всю, так сказать, все... Тёмные вещи. Мы разбили на случаях, которые уже наскучиваются, которые... Которые не наскучиваются. Вот видите... А где видно, что... Они... 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 Ну, для того, чтобы... Это в действительности... Не знаю... Это... Это... Тебе... 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 Тебе называл... Действительный... Тебе... Не путешествует... Но тот факт, что они... Не взаимодействуют... Ну, вот, так сказать, в первом... В приближении свойств к тому, что мы не видим вот такого... Явного распада... Читет... 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 Нет... Нам особо... Уравнение, где написано, что они не взаимодействуют. Нет, я сказал, что если нет повелкового взаимодействия энергии, то могут быть. Для второго и третьего, первое приближение оно расскажется. Почему и что значит слава и успеху? Парни и ближение. Я скажу, поскольку темную материю мы смотрим на гостях не слишком больших, не все скорости света. Там, естественно, думают, что компетентация соответствует с обычной методской теорией. Так вот, наше излюбленное уравнение – это уравнение господства. А именно, можно экспериментально измерить как впоследствии с определенными грацины и потенциалом. Это можно делать самыми разными способами. Общая идея по движению пробных частиц. Абсолютно точно так же, как в 17-18 веке изучали эллипийское поле. Это наше подробно и другое слово, как говорило. Вот, смотрите, вот так двигаются тела. Вот пример этих пробных частиц. Это серьезное галактика, это самое кривое вращение. Галактика самая популярная школа сегалатия. Галактика самая, это популярная школа сегалатия. Галактика скопления в этой самой кремии, клиненской кремии. И, наконец, всякого рода, если органом учительства не является батоной, всякого рода персона и инсектора. Ну вот, в общем, как речь говорит, на самом деле, тема. Масса искусствов, вот тоже так же, как я сказал, как в 18-18 веке начали изучать электрический способ. Измеряли, как распределён в пространстве реальный вокруг нас электрический потенциал, то точно так же измеряется, как этот вокруг нас расположен как-то может строить ньютонский потенциал. Ну, бегать в него элтусиан, мы объявляем, что то, что возникло, есть четыре пиже на полную фотосматию, на полную фотосматию. И у нас есть карта, вот как вот это самое, вот то, что есть золо-пассиан, как потенциал как-то испытывает, как-то испытывает лену фасад. Ты понимаешь, оказывается, это, как говорится, результаты их исследований. Вот что вот это самое РО, полная фотосматию. Если говорить о масштабах, ну, чтобы опять-таки мне привыкло, если начать с неважением, но вот если говорить о масштабах больших мегапассетах, больше масштабов паразитных скоплений, больше в межгаллухистских масштабах, она распределена так же, как твильная материя, но ее твильство примерно и в 6 раз больше. Вот откуда мы, ну, там с помощью дополнительных аргументов, мы узнаем, что, так сказать, в кроме обычной материи, в кроме обычной материи, у нас еще существует тёмная материя, тёмная не в тюрьминской, в действительности, там, известно, что она должна быть хаотлодной. Кстати, а что такое хаотлодная? Что это значит, что он хаотлодный? Хаотлодная значит следующее, что ее тепловые спорции из этих частиц малы по сравнению с теми скоростями, которые не все приобретают в этом Ньютонском Петонополе. А типичная, она оказывается в ваших партнерах, это самое, в любительственных полях, в нем соответствующей скорости порядка нескольких сот литерметров в секунду. Вот так что хаотлодная в материи, так сказать, что ее собственные скорости, вот такие бабы, электроды, они малы, по сравнению с этими из-за плюска километрах, и все так. А теперь для темной энергии мы используем абсолютно ту же идею, использовать уравнение и издругленную форму уравнений, как определение. Так вот, и теперь, поскольку кондиционная темная энергия это было определение, которые сейчас не случилось, ее можно увидеть только в эволюции всей Вселенной в целом. То есть вот эти уравнения. Уравнение уже написать уже для уравнения всей Вселенной целой. и еще можно сделать в татую вещь. Можно написать уравнение для малых возмущений плотности в темной материи эволюционных на фоне вот этой самой всей идеи. Теперь следующий шаг уравнение уравнение значит для широкого класса вообще возможных мыслей уравнения гравитации называется класс метрических теорий. Вместо метрических теорий всю гравитацию можно писать с помощью одной метрики одной метрики и этой и этот выделен в нем всегда автоматически выполняется эквивалент техности гравитации что выражается гравитации гравитации и идея что все тела гравитации они искали и он проверен с колоссальной точностью порядка действительных средств и намного больше чем колено возможное отклонение уже от конверта Эншель 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 для любых метрических теорий гравитации всегда можно переписать нам приятно нашему глазу Эншель с темным способом мы излево оставляем опять сейчас по я так а все остальные члены это просто переносим гравитации и вот этот следующий этап можно измерить коллекционный потенциал можно измерить весь этот самый интенсив не только в настоящий момент вовремя а и в прошлом можно сказать правильным способом о периодископлении по свойствам излучения то знаем что из этого мы знаем что из этого мы вставляем то о чем мы узнали на прошедшем этапе о том что есть поливидно и теперь мы воспринимаем эти уравнения это сколько темной материи это если бы вы узнали на предшествующем этапе и воспринимаем эти уравнения как практическое определение это вот это сказали с кем мы можем использовать определенные данные и вообще не обращать никакой техпонии как кроме общей гипотезы расслабленной симметрической теорией как реактивизации поможет измерить структуру этого эффективности назвать эффективным стендером энергии стендер экземлил опять результат и вывод всех экспериментальных что, во-первых, это сейчас действительно существует, иначе бы, в теории Руссена, по-востуга говорит, что вот эта часть оказывается в 3 раза больше, чем у отцома этих числа гайбов. То есть немалый эффект. Но он имеет замечательную пасскую структуру с точностью до экспериментальных ошибок, которые вырастут в 10%. Он есть принципиально в первом преувеличении космологическое паспорство, космологическое паспорство. То есть он имеет его структуру как тензорная, он имеет вид единичного тензора, он умножен на константы. Или в серверно-эффективного тензорной лимфе, это, конечно, его плотность энергии, их не зависит от каждого смещения, есть константы, как тут все было в тренинге, и отравление приведет к равням и минус плотности энергии. То есть это еще оказывается второй квит-3, чем темная энергия отличается от темной материи своей структурой, структурой своего тензорной энергии. То есть, для того, чтобы мы сейчас напомним, давление немного меньше, немного меньше плотности энергии. Энергия, но пара третка, это самая плотность энергии умноженная на 2 квадратные отрезы в квадрате, а вот для этого, как это было, для того, чтобы мы получили минус, минус плотности энергии. Вот теперь вот я сам, а куда вы знаете о сравнении состояния для темной материи? Я еще раз говорю, из того факта, что она гравитационная, что она гравитационная, где-то скучная. Она бы не могла, я говорю, что она скучная, но если бы удотвление было бы больше, чем гравитационная. Гравитационная? Гравитационная? Гравитационная. РО умолчается на ЛТВ, ИФКА, 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 ИТРА, как естественно, у всякого газа частица имеется генетическое декабрь, и данное время, но поскольку я сказал, поскольку все скорости энергии, еще осталось, среди сокративных скоростей по отрезке нескольких суток, километров в секунду, то есть это наука, намного меньше, чем скорости энергии. Так вот, знаете, так и вот еще, значит, откуда мы сделали, вот для привидных, для привидной материи закон, вот этот закон, закон сахарения, буквально с иначе сахарения числа, и числе. Ну, поскольку мы, говорится, не видим, как говорится, не... поскольку, говорится, болотерянное число, поскольку болотерянное число и сохраняется, то и это самое так, и сохраняется тоже, и это все, на чем сегодня это самое, мы здесь, в описании, то, что будем сохраняем чистить, чем не мочили, и поскольку отец, ему нам вот пока вот, не смотрим на поиски металлических элементов, которые замерзли, а не гиляции, потому что, скажем, рождение, не сквозь металлических католов, которые могли бы выписаны, не деляци в цифре цифре цифры, потому что, пока ничего подобного не вредит, но, так сказать, опять же, пока не растет, приближение, естественно, думать, что, так сказать, числа чистых цифр цифры, цифры цифры, и цифры тези тоже, не потому что здесь есть специальный закон, И сохранение просто слишком малых, если чьи-то есть, в моих действиях, то... А тогда просто из того, что в детстве все это тоже сохраняется, что мы тоже сейчас с этим делаем, то автоматически, а как... ...ссылывается в том, что здесь... Данеса, что вам сказать. Что, как говорится... Искать, что... Но опять, что возможно, совместно, подействие между темной матерью и темной энергией, что это все. Это чем будет искать и нескольцем, что пишет. Ну вот. Сейчас я... Сейчас ты... Ну вот. Достоинство сейчас. Ты перестал. А, я... А, я... Вот. Так вот, если достоинство от того, я бы сказал, чисто, чисто, чисто наблюдательного обудиления физки-тоэнергии, потому что темная энергия, в частности, с тех... Ну, что я пока... Мало, так как говорится, на абсолютно равных, так сказать... Обсортировать две сутки, не... Давай за... Драйник... Драйник... Не... Драйник... Какого-то... Чисто, такого, вкусового выкруга... ...драссматриваю две... Такие две... В принципе, разные... Разные у вас... ...можности... Того, что представляет из себя физическое и утробное энергию. Какая первая возможность, которая была в самом физике? Сигма – это среднеквадратичное отполотенение. Или, если вы хотите, для технических процентов, то есть, если вы хотите, для технических процентов, то есть, на уровне, где 95% утробина, то есть, утреятость, аж, 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 аж 5 и 20%. Вот так вот. Опять же, первая массовая с темной энергии есть некая новая, негравитационная полная материя. И тогда есть сильное, истинное место именно в главной части, в сравнении от гравитации. Но абсорративность тем же успехом темная энергия вот может иметь чисто георитическую, чисто георитическую политронную. И просто являться ее в этот момент, является следом того, что в действительности гравитации не ее и является в сравнении от георитических целей, а идет это истинное место в главной части, в первой части, в сравнении Эйнштейна. А вот просто, наверное, сникает из-за того, что мы другами все дополнительные чины, в принципе, принесли и в первой части, в сравнении Эйнштейна, и вправду. Ну, опять-таки, русская, что между этими двумя сущими такой смертной, не преододолевшей, не смертной 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 смертной, где можно, в данной модели, с равным успехом это будет делать, и как георитическую тёмную энергию, и как георитическую тёмную энергию, просто отделы, но в более сложных случаях, которые я думаю, при немецкими с присутствующим другом, это, как разумаясь, что мы сущими и не минимально связаны с данного поля, которое можно, можно сказать, что это, Это еще новое скалярное поле, у которого есть просто минимальная связь с левитацией, а он скажет, что это по стопусам, есть частные случаи, скалярные теории обобщения и теории. Их дети, его можно брать с тем, что успехом толковать, как эминскую энергию. Ну и вот, я вам даже сказал, что если говорить по современной земной энергию, чтобы пока ее остранение от эминской цены не индивидуировалось, но вот с помощью того общего, араб, 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 это было чрезвычайно арабументусом, мы это знаем, как первичная тема, когда у нас эта судьба осталась, она осталась, она осталась, она осталась не устойчивая, но это же может и может иметь смысл. Имеет смысл продолжать искать малое отличие от этих событий, которые идут с энергией от эминской цены. Ильюш, а можно вопросы и понимание? Да, да, пожалуйста. Вот мне интересное просто разделение на два свойства. Все-таки мне кажется, главное свойство, вот темной энергией, вкладать в свойства энергетики или нет? Еще больше, это локальное свойство, то есть это свойство вакуума или как энергией? Я бы, я бы, я бы, не хочу, у тебя, снова говорить, злокуума, уже поздругу из того, из того, как... То есть сказать, что злокуума, так сказать, на настоящем, на современном понимании не сказать. И ничем, вот я уже из той, как эти картинки сравниваю. Ну, первое, у нас свойство, важная ловность. Вот и факт, что у нас два, два, есть разности, мы здесь идем. Эта идея. И он, как соединяется, как обычный энергией, разделяет, делить или на руку, как свойство для Всепселенной, здесь и на руку. Вот из того факта, что она, как говорится, что она не скучна, это следует, именно, значит, следует, что мы ее, пятьсот квадратных руками, как ты хочешь, руками ее, где-то свести в одно место. Нельзя. Иначе мы не сможем, да? Ну, вот это хорошо. Иди сюда. Тогда, давайте мы сейчас сделаем особый. И до пять. И до пять. И до пяти. И минутики. Еще? Не управляю. Нет, это вперёд. Ну и вот я уже сказал, что если говорить по современной земным энергиям, чтобы пока его отклонение от господинской цены не идти, но вот с помощью того общего араб, 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 это было очень качественно аргумент, что мы знаем, когда первичные темные энергии, у нас это всегда одна, 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 она всегда не устраивает, то это же может и может иметь смысл. Имеет смысл продолжать искать малое отличие от этих того директора Центра Сулиной энергии от письмо-логической достойки. Илюш, а может вопросы? Сейчас, да. И понимание. Да, да. Вот мне здесь всё интересное просто разделение на два свойства. Всё-таки, мне кажется, главное свойство, вот тёмная энергия, вкладает свойство на ядерность или нет? В чем больше? Это локальное свойство, то есть это свойство вакуума? Или как энергия? Я бы не хочу употреблять слово вакуумом, потому что из того, как сказать, что эту вакуум, в таком смысле, на настоящем, на современном понимании, как сказать, и ничему. Вот я уже из той, как говорится, картина человека. Понимаю. Ну, прям насквозь. Возьмите факт, что она из два, как говорится, разных типы, если быть, идёт. Это не ядерность. Её иногда соединяется, как обычная энергия. Разделяя делителя наоборот, как свойство для Всевселенной, здесь не надо. Вот из того факта, что она, как говорится, все это не искучено, это следует... Именно, значит, и следует, что мы её... ...лицо вот так и с руками, как ты хочешь, руками её, как говорится, свести в одно место. Нельзя. Ну, вот это хорошо. Ну, вот это хорошо. Парни сказать, вот, иди сюда. Да, да. Тогда, ну, давайте мы сейчас сделаем это... Да. И до пяти. 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 Помоги. Это все. Продолжение следует... 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 в отсутствии материи, которые допускают решение с постоянной кривой. Ответ. В теории такого есть трагеряные сшения этих уравнений, все такие трещины даются королеву такого алгоритского уравнения. То есть здесь f' – это не штрих – это происходное по аргументу. Но я подчеркиваю, что это уравнение рассматривается не как дефицитальное по отношению к f' – а просто как алгоритское уравнение. Нет, нет, я еще раз подчеркиваю. Это было бы уравнение дифференциальное, если бы мы требовали, чтобы это было верно и для всех. И для всех r. А я хочу, чтобы это было верно только для каких-то дифференциальных изначений. То есть это есть консульт, ну вот скажем, ну вот скажем, уравнение, что 2 и 2 синуса r и равняется r. Уравнение. Вот просто спрашивается, когда такое уравнение… А нет тогда вот действие вот такого алгоритского уравнения здесь корни, но и эти уравнения имеют решение соответствующим пространству в дыне… постоянных крестик. Маленькое замечание насчет вынятых воной и знаков. У меня тут система знаков немножко отличается от той, которая вынятого, там, долгившица. Ну, по-моему, задать их удобство. При выбранной до системы знаков значение r, вот эта величина, она положительна. И на стадии, и на стадии, и на стадии, и на стадии эдеситера. И она будет отрицаться в случае антидеситера. Ну, по-моему, сколько говорится, практически, если вы уже видите, что, так сказать, во всём нас окружающим пространством, что это было положительным, поскольку она, в частности, тогда она была по этим недолгским уравнениям по опусту пропорционально и плотности мотивы. Вот, теперь начнем с следующего этапа. Вот тут я хочу подчеркнуть важный, важный момент. Значит, я буду таким, что я буду забыть, хотя потом я вам там расскажу, как, в принципе, откуда теории такого типа могли бы большие типы, но у меня уже всё-таки будет подходить, или, как говорится, к физике, к физике, к эдеситеру и состоянию. И вещество, что я буду рассматривать это как некую шиноменданную техническую и микроскопическую теорию и гравитации. Ну вот, в отличие от того, что обычно используется при всяких, так сказать, теоретикам политовых подходов, я, с ответственностью с духом всей общей теории относительности, Я хочу использовать эту феноменологическую теорию и не только в режиме слабых отклонений от Эйншерской теории, я её и захочу уже использовать и в режиме и сильных болей. Сильных болей тоже. И вот это условие, то есть, что я использую не в режиме теории возмущения, а вот хочу, как говорится, использовать во всём возможном, как говорится, в режиме классического пространства в интернете. Как вы видите, накладывают очень сильные отклонения на невозможный вид вот этой своей произвольной функции F. И, кстати, когда я потом буду обсуждать на следующем слайде этой, там есть объяснение, почему рассматривается именно теория только такого типа. То есть, это зависит только от скалярной кризисной, а не от каких-то более сложных комбинаций кризисной. Ну вот, вы видите, следующий шаг, следующий шаг для всякой новой произведения, и вам можно, кажется, посчитать её число из степени свободы. Из чего можно абсолютно эквивалентно и сформулировать как на квантовом языке, так и на классическом языке. И на квантовом языке, как правило, даже оказывается сплошь. То есть, более самый простой. Значит, на квантовом языке, в каких данных человек, есть частиц. Значит, а теперь такой. Опять же, это уже вам сразу даю результат. Значит, в ней есть абсолютно такой же гравитон, как и у Энштена. То есть, частицы со спином 2, и безмассовая, и, говорится, бесследовая, и тречная. То есть, в этом смысле, в этой теории гравитон такой же, такой же, как и в теории Энштена. А правило того, ещё возникает скалярная частица со спином 0, она всегда массивная, и её масса вообще не есть константа, она сама зависит от квестной пространства и древни. В общем, в случае даже, и, так сказать, не есть некий производство, а позвать её грицемассой, то вот в трижиме, в W-Q и трижиме. Это режим, когда квадрокласская длина – это частица мала по сравнению с радиусом кривостной пространства и древни, оказывается, что квадроклассы этой частицы, он просто вот, да, и найдётся этой формой. Давайте действительно подчеркнёмся, хотя эпатерогравитация есть, как я сказал, обобщение Теоргии Энштейны – это есть не пертурбативное обобщение, но способ, потому что в ней другое число, число степеней своего повода. И в ней, военная стекла, ещё одна дополнительная, дополнительная скалярная частица. Ну, а на классическом языке мы не считаем частицы, а мы говорим за Теоргии Энштейны Каши. Сколько вам можно задать, сколько и можно, и нужно, и задать произвольную функцию процессорка ординат на начальной эпипертвертости Каши. Она надеялась, что это 6, вместо тех 4, которые мы имели в случае Энштейновской теории. Эти 4 функции, они описывали свободное галлюционное воле, то есть для каждого из самых возможных поляризаций галлюционных волн. Они соответствовали обобщенный начальник Геннадий и обобщенному начальнику импульсову. А у нас тут из-за того, что, как я сказал, еще присутствует искалярная степень слабости. Так мы должны ещё задать две произвольные функции, описывающие обобщенную координату и обобщенную импульсову. Вот это ускалярного поля. Следующее, для тех, кто знает, что такое скалярно-тензионный грань, грань квитации, что эта теория представляет собой частный случай, такой скалярно-тензионный грань квитации, который по диаметрам, так называемые параметры Ван Сен-Дике, обращается в ноль. Но я хочу сказать, что это, тем не менее, не противоречит популярным данным, потому что в теории Ван Сен-Дике требуется, чтобы эта величина была очень большой, побольше, чем есть в четвертой степени. Это то, чем в теории Ван Сен-Дике, в которой скалярные частицы и безмассовые. А здесь, как я сказал, частицы массива. И это абсолютно такая же ситуация с дир-платоном. Если бы гид-платон был и безмассовом, то это бы, как говорится, и всем этим, всем этим, всем этим, данным, противоотвращивало бы, но он по этому всегда принимается в теории, что... И гипотеза, что он, в конце концов, становится достаточно массивным. Ну, давайте, я скажу немножко слов по поводу того, почему я рассматриваю зависимость только от R. Ну, а так, первый, конечно, это самый тривиальный случай изображения простоты, но в действительности можно сказать больше. Вот, я ещё раз хочу сказать. Если вы хотите рассматривать макроскопическую цифру гравитацию, альтернативную Эйнштейновской, и если вы хотите ей, кажется, пользоваться не только в режиме слабых отклонений от циры Эйнштейна, а именно абсолютно так же, как мы рассматриваем саму циры Эйнштейна, то есть мы её рассматриваем для всевозможных классических интрижений, то оказывается, что вот это именно условие исключает практически все возможные альтернативные случаи. То есть каких-то других возможностей, они, если и есть, то какие-то, так сказать, случайные исключительные случаи. Ну, это всегда самый простой случай. Всякий раз, когда вы включаете вот чины, рассматриваете пульс, замещу не только от R, а ещё и из вариантов такого типа, то у вас всегда, у вас всегда возникают процедуры. Это очень плохо, когда, вы знаете, встречается, не хватит для тех, но и наговариваются, потом говорится, покажут, что это плохо, даже если вы хотите оставаться чисто на классическом уровне. И вот в настоящее время единственное, возможно, исключение, нет, вот такая же вещь, которая ещё от иммунента Гауссобана, не знаю, это там, это там, это там, 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 половинческие инвалиды. Вот ещё, вот, 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 вот такого, то самое, условия, которые Это, как говорится, математический, называющий гистиан, обращается в ноль. Но и в этом случае, как говорится, показаны более детальные исследования. У нее хотя нет духов, но у нее есть очень другие серьезные проблемы. И первое мнение подключается на нормальную законную дискуссию частицу омега еска и больших к. И, кстати, я хочу сказать, это действительно достижение самых из всех. И недавний тот факт, что в таком более общей ссылочке действительно возникает дух и выносится в недавней работе. И причина этого была тогда, что его очень трудно увидеть в теории возмущений, чтобы вам было утреть, вам нужно идти до четвертого. А практически и вы нашли рассматривающие эту теорию на фоне сильного эмитационного и галлюзационного поля. Я решаю уравнение этой темы. Моги для случая медики Бенки. Бенки один. Несколько слов о том, что я хотел сказать с Янина и немножко встало в моей консистерте. И в начале, когда я сам с этими теориями работал лет 30 назад, ну, самое популярное, думаю, это всякие петлевые квантовые игрушки. Но это, так сказать, гейтность продолжается до сих пор. И вот сейчас я себе интересный гейтсидентальный раз увидел этой гей-гипотезы, а чем такие схемы безопасны? Гравитация – это существование ультрафиар-фиатлетовой точки у педоров и групповых уровней. Но, однако, оказывается, это ничего хорошего для нас, для того, чтобы получить такую макроскопическую теорию, теорию, которую я почувствую, которую можно использовать не только в режиме малых поправок, а именно, так сказать, в режиме сильного поля. Оказывается, или, так сказать, поля осталось до нашего времени, никто не мог найти такого частого случая, в котором иправки, зависящие только от R, существенно больше, чем поправки из-за тысячи других инвариантов тентера и тримона. То есть в этих теориях, при таком видеоспособе, проблема даже не в том, чтобы объяснить, почему поля осталось такого типа существенно больше, чем они сказали бы по подъемной оценке, а проблема, если поля, как я сказал, более тонкая, а именно как, а объяснить вот это самое, то, что можно назвать R и доминатность. Т.е. почему, как говорится, правки за вещи от R существенно больше, чем, говорится, правки за эти вещи от других излагаемых. Другой возможный путь могла возникнуть в качестве отредукции из какой-то более, так сказать, цивилизации, построенных процессов с большим количеством процессов измерений, которые, как говорится, вот в современных вариантах теории суперстилл, и при ее трендукции в четырех измерений. А отказывается, что и при этом, вообще говоря, возникают поправки за вещи от всех вариантов тентера Тримона, и, в общем, опять-таки, не ясно, как избавиться от духа. Ну вот, действительно, если возникло... Оказывается, что, во-все-таки, есть какой-то случай, это теории КФТ, естественно, могут возникнуть. И вот один такой случай, который, в принципе, уже известно, очень давно как-то обновлено, не может сказать, забыли. А вот он еще снова возник в связи с идеей, так называемой, инфляцией, это работает в связи с гипотезой, и, в связи с гипотезой, а нельзя ли в качестве методопона, то есть той частицы, которую, по крайней мере, изводят уже в данном случае, это, так сказать, можно назвать, скорее, физически-жемной энергии, а нельзя ли в качестве этой частицы используют хикс? Значит, этого нельзя сделать, если вы не водите, если вы работаете с хиксом, минимально, с совместными штатами. Из гипотезы, а вот если вы оказываетесь у него в войсе очень-очень-очень большой звезд, то вот, и кроме этого, слогаем, еще больше слогаемых си, эр, и на фиф квадрате, то оказывается, это можно, это можно, так говорится, это можно и сделать. Так вот, оказывается, я думаю, это, в смысле, еще есть лишняя иерусиация того, что такой, как говорится, абсолютно, как говорится, железной такой границы четкой между физической и гипотезой, энергии нет. Энергии нет. Вот такой вот теории, с которой мы, казалось бы, начинали с чистого кондиционного хикса, так сказать, самая такая истинная, новая, не кондиционная частица, но приводит ее в большую связь, и в большую и минимальную связь. и реабилитация. Оказывается, она просто, как говорится, вот с той же из-за удовольствия в порядке образного кисти, она, как говорится, просто из... просто моя автоматическая, как говорится, эквивалентная, как говорится, простейшая и негативиальная эфотерти теория. ори. Вот это, это первый случай, когда у нас вокруг неожиданное слово, это самое, эфотерти теория. Тем не важнее это слово. А второй случай, в некотором смысле, это совсем некий альтернативный подход к микроскопическим теориям, основанный на прямо противоположной идее. Вот обычная теория, все идеи, на которых основаны все теории, теории супер-сум, м-теория и так далее, степь в том, что чем глубже вы уходите, чем на более фундаментаре, тем у вас эсиметрия больше. Хотя этот подход и очень такой естественный, но он, так сказать, в принципе, возможной альтернативной дипотезы на трене некими примерами из физики конденсированного вещества, что у вас, действительно, на более метроскопическом термии у вас симметрия больше, а меньше. А и симметрия, и высокая симметрия, вот в частности, состоит в том, что чем глубже вы уходите, чем на более фундаментаре, тем у вас эсиметрия больше. Хотя этот подход и очень такой естественный, но он, так сказать, в принципе, возможной альтернативной дипотезы на трене некими примерами из физики конденсированного вещества, так что у нас действительно на более метроскопическом уровне довольно давно, но всегда на уровне, только на таком, я бы сказал, квази-динамическом уровне. Так вот, впервые динамические уровни для этого подхода были, так сказать, по отношению относительно недавно в этой работе, и довольно неожиданно даже и для самих авторов оказалось, что это в точности уровня нет. Эфатер. Эфатер теории, теории, теории и гравитации. То есть это просто иллюстрация к тому, что если у вас имеется неожиданно, она может неоднократно возникать в самых неожиданных и, на первое место, совсем не связанных и этических ситуациях. Ну а теперь давайте продвинемся дальше, в анализе этой теории. Значит, давайте, нас главным образом для космологии нас будут интересовать про мнение либо для фонового пространства оборудования, или там для малых, или для малых, и возмущения, да, и по фоне. Вот я здесь не стал самому энциметику, но это просто энциметрика фуримана, это фуримановская метрика, причем достаточно, я буду для космологии рассматривать случай отсутствия пространственной кривости. ну, то есть, метрика для тех, кто не помнит, давайте я, как тут я нажми, не помню, и написано, это дс в квадрате есть дт в квадрате минус а квадрат, как функция t, умноженное на эфклидово, на энциметику эфклидово, и вот все исключено, для фонового уравнения, все исключено в зависимости масштабного фактора, как функция t. И вот для этого, для энциметики, поскольку сам масштабный фактор из-за возможности перемасштабливания антидинат, сам масштабный фактор облигнулся, но и жителя более фундаментальной, инвариантной хирургической гигистры гигистряется H, который мы назовем по диаметрам Хаббла, ее значение и в настоящий момент в древних раз и есть, постоянная Хаббла. И тогда самая скоренная кривизна движется вот так. И у нас уравнение 2 можно рассматривать уравнение следа, который 4 по по диаметрам по диаметрам обычная материя и не эффективная материя или можно все уравнение уравнение бьянки можно решать и 0-0 уравнение 3 по диаметрам естественно побольше это уравнение а для численного расчета как это будет делать на удобность это уравнение а это это уравнение и использование для продажи чистой ну вот теперь мы дальше ведем список мы будем посмотреть таким условием должна удовлетворять функция для того чтобы говорить для того чтобы удовлетворять возникли космологические модели как внутренние и непротивные чревые так и удовлетворять отряющие системы предательном да вот самое первое условие то как это обычно ограничивается обычно при анаргезе возможных матерей вот три поля это действительно условие в классической материи устойчивости и они действительно опять-таки это конечный конечный а а а а а а и вот там цендарь действительно интересный для физики То есть полипитет функции FAT, который удовлетворяет условиям. На протоколе в языке это условие. Есть то, что гравитон не является рукой, или то же самое, что эффективный гравитон постоянно является положительным. А это условие, значит, в этой теории к счастью, вот эта скалярная частица, с полиона, никогда не может быть Духом. Она может быть такая, таки вот. Духом это когда у вас с частицами для неё положительное М2. Её волновая функция осцелирует, но у неё отрицательная и не ограниченная снизу энергия. Ну то есть это практически и значит, что у неё отрицательный кинезический череп. Отрицательный кинезий – это случай отрицательного квадрата массы. Это случай экспоненциальной и неустойчивости для многих. Отрицательный кинезий – это случай отрицательный кинезий. Ну вот. Так как я их произнёс, на связи с этим диагнозом, условия, 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 условия. Однако, оказывается, что если мы достаём не Духом, а патрицательный кинезий, я патрицательный кинезий. На окружении этих условий было бы плохо и, честно говоря, эстетическое. То есть если бы мы начали это, рассмотрели наши эволюции каши в том случае, если бы мы пытались указать условия, и выполняются, и, по поводу мы их в каком-то месте, то возникли бы и следующее, плохие, и следующее. Если бы мы пытались в какой-то момент дружить вот это, условия, то есть если бы мы достигли бы точки, где F-тих обращается в ноль, и попытались бы продвигаться дальше в ту область, в ту область в том пространстве, где F-тих становится отрицательным. Хотя, из-за того, что это решение такое расстроить можно, но оказывается, что оно будет абсолютно неустойчиво относительно сколь угодно мало анезатронных и неоднородных возрастов и возмущений, которые в этой точке в конечный момент внутри не расходятся. И более того, можно провести анализы в теории и в теории, что происходит в теории и сильного поля. Оказывается, что в точности на этом конечном месте возникает анезатронная ажурдность общего типа, но она, так сказать, не может быть более общая, чем это самое Казырское, и начать дверца состоит в том, что даже в чисто классическом разрушение оказывается невозможным. В общем, и решение не принцип проекте из O в области, где F-тих положительного, O в области F-тих отрицательного. Вот, теперь что происходит при попытке пролететь через этот путь? Здесь, естественно, с ситуацией полиции хитрый, здесь оказывается, что в общем случае, а именно казахами, за исключением одной, одной из прорезины, с той, которой А-3 обращается ноль, у вас возникает вот такая слабая ажурдность. Анава-Арфигат, то есть, говорится, инкрутоги, значит, у вас, оказывается, не анатрия, анатрия, птичная геометрика. Из-за этого у вас, хотя с отдельным наблюдателем ничего страшного не происходит, в том смысле, что приемные силы, действующие на него, всегда остаются малыми, но он теряет другое, что, возможно, для ученого еще хуже. Он теряет возможность предсказывать, однозначно предсказывать будущую эвакуацию хаши, поскольку значение коэффициента А3, где больше ТТС, и где больше ТТС, они никак не связаны. Ну, как я сейчас, значит, да, это сейчас я и закончу, то есть, значит, окончательно, значит, по поводу этого, говорится, первого пункта, что все интересующие нам интересные, как для космологических, так и для других, как говорится, в теории, функции ФАТ, вот, должны удовлетворять. Вот, друзья, два, тет, вот, и уступать. Хорошо? Спасибо. И даже это всё ниже с 5,5 тысяч, 4,5 тысяч. Нет, я так скажу, ещё так, черпу я эти 10 тысяч. Это особенно, раз ясно, раз ясно, только ты должен. А, ну да, 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 да. Примечу так. Тогда, наверное, ещё раз спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, я слушаю или вы прошу, и вы хотите? Да, просто. Да, 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 да. Я хотел сказать, что, во-первых, просим записаться те, кто уезжает в Воскресенье в коллектив. Там список резидка ставит, а он там пока что 14 человек. Действительно, 14 человек идут поездки. Ну вот стол стоит, значит, поездки. Это раз. А во-вторых, я вижу, что есть люди, которые не ходят. Они говорят, это безобразие полное. Потому что мы вас сюда привезли, мы старались. И на самом деле вы приехали сюда, в первую очередь, работать. А вот... ... ...